Я многодетная мать, у меня уже было трое детей и все девочки. Я была в положении и мы с мужем ждали четвертую девочку. Мой муж был очень доволен, что у него много дочерей, он никогда не хотел сына и любил дочек. Но я была категорически против, очень хотела сына. На УЗИ специально просила, не говорить полребенка, так решил мой беременный мозг. И вот оно, схватки. Под сирену скорой меня доставили в роддом, положили в палату еще с одной женщиной, ей тоже было вот-вот рожать. УЗИ показало, что у нее девочка. На следующий день я родила девочку крупную и здоровенькую 4. 200 килограмм расстроилась немного, что не сын, ну да ладно, четвертая дочечка вырастет. Женщина, с которой я лежала в палате еще не родила, но очень была расстроена. Я спросила у нее, почему она такая расстроенная, что у нее случилось. И она рассказала мне свою историю, признаюсь я была просто в шоке. На УЗИ ей сказали, что у нее будет девочка. А ее муж очень хотел мальчика и заявил, что если родится девочка, он не будет забирать ее из роддома. Признаться, я была очень удивлена, ведь не важно, мальчик или девочка, тем более, когда ребенок первый, это вообще радость и какого пола не имеет значения. Потом у нее начались схватки и ее забрали в рот зал. Когда вернулась, сказала, что родила девочку здоровенькую 3. 200 килограмм, но ее радость менялась огорчением. Она говорила, что не знает, как ей быть, что говорить мужу. Я предложила ей успокоиться. Говорила, что все будет хорошо, главное девочка здорова. Прошло пять дней, нас готовили на выписку. Так сложилось, что нас выписывали в один день, и мой муж приехал с огромным букетом цветов, тортом и шампанским. Мой муж ждал возле роддома, пока подготовят все мои документы для выписки. И увидел молодого человека, который мялся с ноги на ногу под роддомом и ходил туда-сюда, нервничал, курил. Так как мой муж очень общительный, он подошел и спросил, что случилось, жена никак не разродится. Парень расстроенно ему ответил, что жена уже родила дочку, и что не будет их забирать, потому что не хочет девочку. Мой муж был очень возмущен, он даже на некоторое время потерял дар речи. Муж не понимал, как можно отказываться от дочки. Он рассказал ему свою историю. Рассказал, что у него три дочки, а сейчас будет забирать четвертую. Объяснил ему, что вот девочка красавица растет, умница у нее красивые бантики, хвостики, платьица. Она будет тебя любить, обнимать, радоваться, когда ты приходишь с работы, ты будешь ее защищать. Сказал ему, что он дурак. Я уже четвертую из роддома забираю, и смотри, как счастлив. Так что давай быстро в магазин за цветами, шампанским и бегом сюда. Парень как от наваждения очнулся, прочувствовал видимой. Позвонил жене, сказал, что бежит в магазин и идет за ней забирать из роддома. К счастью, моей подруге по родам не было предела, она была так рада, благодарила Бога за то, что встретила меня и моего мужа. Так и получилось, что наши мужья забирали нас вместе, и с тех пор наши семьи стали дружить. Потом у наших друзей родился еще мальчик, а мы с мужем рожать больше не стали и растили своих девочек. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.